Приветствую, мои дорогие друзья, а также новые зрители канала Заброшена Россия. Мой канал рассказывает о наших российских деревнях и людях, живущих в них. И сегодня я нахожусь в деревне Селиваново, Колпианского района Орловской области, куда приехал проведать своих героев, которые снимал летом. Сказали, здесь бабушка и дедушка живут, да? Нет, бабушкой тут нету. А дедушка где-то живет, что сказать, 100-летний? Не 100-летний, ему 94-й, 95-й, если до ноября дотянет, 95-й. Ну как вам тут живется? Ничего, нормально, нам нравится. Вот в историю попадете. Куда ты мне? Всех интересует судьба голодного дедушки, который лежал здесь 3 дня без еды. Как вы тут живете? Живел. Может вам еды дать? Окей, есть. Есть. На, кушай. Но сначала я выйдем в кустах несколько заброшенных домов, решил в них заглянуть, а потом уже поеду к нашим героям. В общем, смотрите до конца, как всегда будет интересно. Поехали. Дома кто есть? А дом у нас закрыт, к сожалению, странно. Ну хоть выйдем на деревню, посмотрим, что здесь. А я к вам заезжал, что у вас дома нету. Ну а ты все у нас тут фотографируешь, фотографируешь. А для кого-то это настоящая история. Вышла? Оно трещит. После моих фильмов в деревне выгорали. По пути решил взглянуть в два домика. Из заброшенных летом, когда я забыл их, не было вида в кустах, сейчас вот заметил. И решил зайти, посмотреть, что там осталось. Ух ты. Интересный подвальчик сделал. Так что, не наводи суету. Интересно, от чего бутыли. Те молоду ноги порезаны. Хомя, сердце ёкнуло. Чудик, блин. Ух ты, домик какой бревенчатый. Да, все, вынесли. Остались только на скальной рисунке. Видно, что колдискатели покопали уже, поработали. Сокровища искали. Ну, похоже, не нашли. Интересно, что у нас на чудаке. Сейчас заглянем. Ты наказан, внизу остаешься. Для хлебушка в печку. Ух ты, друзья! Что я там увидела? Блин, не рухнул бы тут ничего. Интересно. Таких горшочков у меня в музее еще не было. Так. Опа! Это обычный горшок. Что там у нас? Кусочек мыла. Вот он, красавчика. Ух ты! Целый, а? Целый кувшинчик. Это траритет, а? Интересно, чего использовался раньше. Как супница какая-нибудь, или кружка. Классно. Возьмем музей. Иду, иду. Скулил тут. Опа! Ему завиду, что я один лазер этот. Классно. Обалденный горшочек. Пойдем дальше. Ух ты! Там наличники были красивые. Просто сняли целый наличник. Я, красота. Ух ты, как красиво тут, а? Смотрите. Осеннее красотища. Здесь у нас кладовочка была раньше. Подвалом, что ли? Да, там все рухнуло. Ух ты, и жесть вообще. Просто жесть. Как в фильме ужасов. Так бывает, когда крыши нету. Все протекает и гниет. Сундук без картинок у нас. Здоровая, печерка была. Ух ты! Ничего себе. Друзья, целая кувшина. Обалдеть, как на картинке слона ждали меня. Еще в моей коллекции появится парочку. Хе-хе-хе. Какой домик был добротный. На. Красивый комодик. Как ни странно, целый. Только ящиков, к сожалению, нету. Вот так очень красивый. С красивой резьбой. И прям малюсенький. Таких маленьких я не встречал. Ну что, друзья, прощаемся с красивым домиком. Пойдем в следующий. Так интересный дом был прям под самым бугорком. Здесь вот я заметил интересный валик. Отгадывайте, друзья, для чего это? Теленький. В общем, пишите в комментарии, друзья, что это такое. Может тесто раскатывать на большие пироги. Надо будет там музей забрать. Ух ты, домик у нас тоже. Очень красивый. Старинный даже. Ух ты! Наличники какие красивые. Интересно таки не встречал здесь. Красиво. Где тут у нас вход? Везде, наверное, по чуть-чуть. Кладовочка. Интересная полочка. Вроде бы ничего необычно, но вот как-то с любовью вырезано. Из катушечек была раньше сделана даже верхушка с планкой. Эта дедушка был хумилец. Тут что-то скрябал тут. Ух ты! Что я тут увидел? Лампа. Что он тут делает? Гнется даже. Прикольно. Почему ее не забрали? А дом у нас закрыт, к сожалению, странно. КОНЕЦ Что он тут говорит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА , КОНЕЦ Дома кто есть? Похоже, только злые собачки. Полюбуемся крутыми санями. Бручка вообще огонь. Наверное, старые переделаны еще. Интересная модель. Только вот заколхозили с современными колесами, а так прикольно было. Верхняя часть вообще есть сани, наверное. Шикарные качели, на которых можно только боком кататься. Прикольно. Ну, хоть выйдем на деревню, посмотрим, что здесь. Раньше была большая улица. Ух ты, сани какие! Сани, аэросани. Очень жаль, друзья, что хозяев нету дома. Хотел у них спросить подробности пожара. Кто помнит, я снимал здесь фильм. Заходил в дом старый, где было сотни фотографий старинных. После ролика был отклик. Родственники написали из Москвы, сказали, что должны через месяц приехать за фотографиями. Я очень жалею, что фотографий я не забрал, потому что через месяц после выхода фильма дом сгорел. Как сказали пожарники, кто-то снимал железо с крыш. Когда они приехали тушить пожар, железо было сложно в сторонке. Видать кто-то, кто занимается металлом. Или специально поджег, или сигарету обронили. В общем, дом сгорел с уникальными деревенскими фотографиями. Конечно, для кого-то это просто фото, но для меня это история. Эти фотографии остались, наверное, только в моем фильме. Слава Богу, хотя бы я и так поснимал. Ссылку на этот фильм я оставлю в описании под этим роликом. Вообще, здесь я снимал в Селиваново три фильма, и ссылки на все три фильма укажу внизу. Поэтому обязательно, друзья, посмотрите. Про трех героев, которые здесь живут. Ну, к сожалению, так никто и не приехал. Арчи там уже в позе. Че, суслик, а? Че там? Собаки противные лают, да? А ты тут, не упускают тебя. Приветствую. Здравствуйте. Как жизнь? Собака здесь. Нельзя, нельзя. Я хотела спросить, почему дом сгорел? Не знаете, причина? Никто не знает. Не нашли? Кто поджег? У нас в этом день-то не было, мы были в колпне. А какие догадки у пожарников есть, не знаете? Ну, кто ничего не старался. А это, не знаете, родственники не приезжали, фотографии там не забирали? Они приезжали, кто-то приезжал, так смотрел. До пожара? Нет, после. После пожара. А до пожара никто не приезжал. Ну, теперь по металлу кто-нибудь. Потому что уже хату всю эту железо, там ободраны. Жалко, конечно, дом. Хорошему. Что у вас нового? Да ничего. Ну, знаете, вон это, ктицветы. Она здесь еще что-то? Да, да, здесь. Они не ехали еще? Нет, еще не уехали. Может, она что знает? Потому что она пожарка уже. А как этот сосед во штаб? Ничего, помаленько ходит. Живой? Он ремень его валяется. Спал. Спал тут два дня. В таком же состоянии, да? Да. А вы кинул про него, видели? Видели? А про себя? Ничего страшного, что я вас снял. Ничего страшного. Нормально. Ну, мы сразу догадались, что, наверное, снимать. Ну, он пойду, узнаю тогда у соседей. Я почему думал, что они уехали? Не, не, еще. Ну, а тебе хорошо. Ага. Это наш друг приехал. Здрасьте. 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 Потому что оно ж так где-то полтора днем вышло, оно трещит. Ну, тут же кусты ничего не видно. Потом опять трещит. Туда вышло, к полю. Дым. Тут уже я по дороге побежала туда, там уже пламя изнутри. С той стороны. Ну, пожарников пока вызвали. Приехали они, правда, быстро. Позаливали. Ну, через неделю после пожара приехали и ободрали железы. Это ж кому-то надо было ободрать. Там они обшиты были железками. Ага. Ну, вот они приехали через неделю и ободрали на легковых машинах. Ну, зачем было поджигать? Ну, обдирайте. А поджигать зачем? А вы, не знаете, родственники не приезжали там фотографии? Приезжали. До пожара? После. То есть фотографии не успели забрать они? Они там забрала другая. Она звонила там кому-то, забрали фотографии. А, успели до пожара. О, я больше всего за фотографии переживал. Ага, забрали, забрали. Ну, слава богу. Вы фильм видели? Нет. Не видели? Нет, тут интернета нету. Ясно. Родственники видели. Тут уже прогудела информация. Ну, что, им понравилось кино? Говорят, что понравилось. Дедушка нормально? Да пока, да. Двигается. Ну, а тут хоть он на улицу выйдет. А там сейчас эта зараза опять. Ну, ладно, всего хорошего. До свидания. В следующем году, может, еще приеду, увидимся. До свидания. Если живы, будем. Да будете, нормально все будет. А здесь, друзья, я тоже находил в этом доме фотографию старую. И со мной потом связывалась девушка, хозяйка домика этого, которая здесь жила. И сказал, что фотографию они заберут. Сейчас посмотрим, были они здесь или нет. Да, все так же, друзья. Ну, фотографию забрали бабушки. Значит, ух ты, а почему вот это не забрали? Интересно. Ну, на память и наставили. Вот такие дела. Ну, поедем дальше. Ну, друзья, увидел еще один дом, который также летом не заметил в кустах. Потому что он тут прятался в зелени, будучи зеленым. Домик под номером 4. Как всегда, все открыто и разбросано. Ух ты, здесь даже оставили всякие солености. Ух ты. Как-то прям, знаете, аутентично все. Диванчик, старое кресло, окошки красивые. Даже люса красивая. Кому-то было убивать, а, гады. Ну, здесь вроде фотографий не вижу. Это радует, друзья. Хорошенький домик раньше был. Конечно, все раскурочили. Сволочи. Скромненькая кухня. Дровишки. Ех, сейчас бы печку растопить. Дедушкина коморочка. Ух ты, даже. Вот чердак лестницы у нас. Посмотрим. Друзья, ну, не зря я залез в пол. Самое главное, что здесь увидел. Очень ценный и редкий экспонат. Вот вижу старое письмо. Сначала посмотрим целый ящик советских еще писем. Письма из прошлого. Так, пока интригу сохраняю. Не показываю вам редкий, редкий ревизитет. Книжечки. Ух ты. Сколько тут кукол. Обалдеть. Ох, ох, ох. В общем, мне постоянно пишут, что я забрал кукол. Потому что кто-то их хочет тоже восстановить. Эти кукол я заберу. Я отправлю девушки, которая хотела их. У меня просил, вернее, до этого какой-то кукол я нашел. Ух ты. Гена, крокодил. В общем, кукол заберу я. Полевая почта. Харьков. Красота. Сколько тут письма. Полевая почта. Сколько открыток. Ну что, друзья, двигаемся. К раритету. Смотрите, что есть видео. Обалдеть, а. Вы только посмотрите. Родина. Радио. Даже целое. Ух ты. Даже тут целое. Родина. Смотрите, даже. СССР. Какой год же интересно, друзья. В общем, пожалуйста, напишите мне, какого года это приборчик. Интересно, заберу в музей, чтобы он здесь не гнил. Это настоящий раритет. Музейный. Музейный. ух ты, дизайн. Ух ты, дизайн. Ух ты. Я стану сусом. Ух ты, дизайн. поэтому посмотрим что здесь осталось от людей тоже давненько не живут бочонок в каком году уехали вот выпала иконка на все как обычно раскурочена ух ты какой сундук и фотографии опять вижу ухты и старые фотки военные еще серый год деревенские их их солдатик ну почему же фотки оставляют я не знаю как все жалко бабушка раньше сундук отковала не радовалась картинкам кошелечек одесса прикольный всем привет из одессы как так можно все брошено и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень жаль Этот домик можно теперь посмотреть только В целом В моих видео и На моих фотографиях Вот так вот меняется ситуация Буквально за каких-то 3 месяца Хотя я встречал, когда После моих фильмов и деревни выгорали Очень, друзья, хочется верить, что Фотографии, которые здесь лежали, забрали Сотня была фотографий Старинных Я очень надеюсь, что здесь я их сейчас не увижу Что их все-таки Забрали На этой полочке они лежали Да, друзья, фотографии вроде бы не вижу Некоторые иногда пишут Зачем я хожу по старым домам Снимаю Старые фотографии Вот, друзья, для этого В июле я снял фильм Из этого дома Показал фотографии Мои родственники узнали из Москвы Приехали, забрали их И спустя месяц дом сгорел Вот, если бы не я здесь мимо фильма Просто эти фотографии исчезли бы Для кого-то мелочь, но А для кого-то это настоящая история Потому что, на самом деле, были исторические фотографии О деревенской жизни И этот дом Родственники хотя бы могут теперь Увидеть В моих фильмах А сейчас это все уже Просто сарай Ну что, друзья, такая у нас получилась история Надеюсь, фильм вам понравился Как садились с вами эмоциями Впечатлениями И если возникли вопросы Обязательно пишите мне в ВКонтакте Инстаграме или в Однокастниках Все ссылки на мои аккаунты В описании под этим фильмом Но сейчас я направляюсь к нашему герою Которого я снимал здесь летом Мужчина, лежавший три дня без еды Кого интересует продолжение этой истории Обязательно подпишитесь на канал Если вы до этого не были подписаны И нажмите на колокольчик внизу Чтобы не пропустить это видео До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok